Это фотография нашей семьи, сделанная в 1952 году. В центре глава, глава рода, замечательный русский художник Пётр Петрович Кончаловский. Мы звали его Дада. А рядом с ним Ольга Васильевна Кончаловская, Лёлечка, урождённая Сурикова, дочь гениального живописца Василия Ивановича Сурикова. На коленях у Дады Лавруша, мой двоюродный брат, сын Миши, Михаил Петровича Кончаловского. А вот это я на коленях у своего отца, писателя Сергея Михалкова. Тогда ему было не полных сорок лет. Он был всегда очень занят, мы редко виделись, и сидеть вот так на коленях у него для меня было огромным счастьем. А вот это справа Андрончик, мой брат. Тогда студент музыкального училища. Он собирался поступать в консерваторию и даже не мечтал, что станет одним из самых известных и знаменитых химрежиссёров. А это Миша Кончаловский, Михаил Петрович, чудный художник, беда которого была только в том, что он рос в тени своего великого отца и в общем-то так в этой тени в определённом смысле и остался. Эспе Родригес, его жена испанка, приехавшая в Россию с детьми, которые уезжали из воюющей Испании в 37-м году. А это Алёша, сын Миши от первого брака. А вот там, внизу слева, Маргот, дочь Миши и Эспе. А наверху Катенька, наша сестра, дочь мамы от первого брака. А это наша мама, Наталья Петровна Кончаловская. Уже потом, когда её не стало, я с пронзающей силой понял, чем она была для нашей семьи. Каким надёжным стержнем, каким мощным силовым притяжением, какой защитой, какой удивительной созидательной энергии. Мама. Наташа Кончаловская родилась 19 января 1903 года на крещении. Вот на этой фотографии маме три года. С первого дня своей жизни она ужасно привязалась к своему деду, великому художнику Василий Ивановичу Сурикову. Этот суровый, нелюдимый, неразговорчивый сибирский казак буквально таял при виде маленькой Наташи, которую называл Бомбочкой. И она могла вить из него верёвки. Василий Иванович очень любил писать маленькую Наташу. Наталья Петровна вспоминает. Помню, как я несколько раз позировала дедушке для царевны в церкви. Он надевал на меня царевнин наряд, взятый на прокат в костюмерной Большого театра. Я стояла, переступала с ноги на ногу и терпеливо позировала. Бар мой и кокошник были тяжёлыми, платье мне было велико. «Дедушка, тяжело стоять!» – кряхтела я. «Ничего, ничего, Бомбочка, постой!» Царевны всю жизнь такую тяжесть носили, а ты не можешь и десяти минут постоять. Как для маленькой Наташи сутью её жизни был дедушка Василий Иванович, так и для нас с Андроном центром притяжения был наш дед Пётр Петрович Кочеловский, Дада. Огромный, весёлый, шумный великан, от которого всегда так упоительно пахло скипидаром и масляными красками. Его удивительный дом в Буграх, в ста километрах от Москвы, в котором мы проводили всё лето, от ранней весны до поздней осени, пока у нашей семьи Михалковых не появился свой дом. Вот смотри, этому дому было больше, чем больше ста лет, около 220 лет. Вот тут был сад, огромный сад. И здесь росли эти самые антоновские яблоки, которые потом я покажу тебе, где всю зиму лежали и пахло антоновскими яблоками вместе с какороками. Которые коптил Пётр Петрович и Миша. А меня сюда привезли в мае 45-го года. Нет, в мае 46-го года. Андроничек уже здесь бывал. И здесь жила мама. Они проводили здесь всё лето, пока не появилась наша дача. Вот этот дом, он куплен у Троеновских. Мама жила здесь, таточка жила здесь. Просто практически с самого начала, как только это имение было куплено. А первый раз в Кончаловске приехали сюда и увидели эти места замечательные ещё в 1907 году. Мы все жили здесь. Я помню, у меня было совсем несколько месяцев. Андроничек уже здесь жил несколько лет, лет, наверное, 7. И Маргота, и Лаврушка, и Катенька старшая. Все жили здесь. И приезжал сюда папа мой. Машин не было. И когда гудела машина там, я выскакивал сюда и орал, лидут. Меня не выпускали на улицу. Лидут, едут, лидут. Все выбегали сюда, ждали. А кто-то проезжал, как машина мимо туда. Не лидут, значит, не к нам. И это была ужасная, обидная вещь. А вот там конюшня, в которой жила лошадь-звёздочка. Это было величайшее счастье совершенно, когда тебя сажали на эту звёздочку. Нас сажали, в общем, почти всех-всех вместе, чтобы по одному не возить. Эта звёздочка тут по кругу нас возила. Но здесь... Пойдём. Вот здесь проходила жизнь с ранней весны до поздней осени. Полная жизнь всяких встреч. Живописцы приезжали, художники, композиторы, музыканты, артисты и так далее. Сколько же дивных воспоминаний связано с этим местом, с этим домом. Я не был здесь уже почти сорок лет. Я ужасно волновался, когда ехал. И поэтому взял с собой свою младшую дочь Надю. Какой мощный импульс для жизни дало нам это место. Все мои детские ощущения, начиная от горячих, молодых, сильных, ладоней деда и кончая трепещущей занавеской на окошке, всё это связано с буграми. А этот пьянящий запах машины, на которые так редко приезжал отец и в которую так хотелось залезть. Всё это вместе взятое заложило в нас тогда то подспудное, неосознанное ощущение живого дома, живого естественного бытия, большой семьи, оценить которое мы смогли только потом. Много-много позже. А теперь мы с тобой пойдём, знаешь куда, в мастерскую. В самое заветное для всех, для нас, для детей и для Петра Петровича место, где он работает. Вот по этой дорожке мы бежали с Маргот, с моей сестрой Двоюрной, от дома сюда. И есть картина, где мы с ней бежим летом, таким ярким солнечным утром, мы бежим в мастерскую в Дадочке. Это мастерская, которая была построена сразу же, как только он купил это имение. А вот эта вот корзина с фруктами, это Ольга Васильевна, Лёлечка, она сама нарисовала её, а потом мастера, которые здесь работали, они вырезали эту корзинку из дерева, и она как бы стала таким орнаментом, этим украшением для мастерской. И всё время для меня образ мастерской был всегда связан с тем, что над ней, я, правда, не понимал, что это такое, это вот герб какой-то, я вообще не понимал, что это такое, но всё равно вот это вот нечто такое, которое потом в моём сознании отпечаталось, как корзина с фруктами, это был сразу образ той мастерской, которую я помню с детства. Вот это мастерская, где каждый день с утра работал Пётр Петрович. Но самое интересное другое, посмотри. В 1932 году, когда они купили этот дом у Трояновских, Пётр Петрович узнал, что разрушают имение Белкиных, где очень часто гостил Пушкин. Он запряг лошадь, телегу, и поехал туда. И оттуда привёз вот эти двери, через которые входил к Белкиным Пушкин. И привёз оттуда вот эти изразцы. Вот у них, около них, мог греть руки Пушкин. И поэтому Пётр Петрович привёз это сюда, ибо с его именем, с именем Пушкина, для него начинался и кончался день. Каждый божий день. Кумиром, абсолютным кумиром, абсолютным кумиром был Пушкин в доме Кончаловских. Пётр Петрович его знал, читал, обожал и боготворил. И настольная книга была Пушкин. И он хотел, чтобы в мастерской у него, где он творит, где существует его, так сказать, творчество, присутствовал Пушкин. Чтобы он присутствовал почти физически, хотя бы через прикосновение к этим изразцам или к прикосновениям к этим ручкам, к этим дверям, через которые он входил. Это для него было как бы вдохновением и надеждой, что гений Пушкина поможет и ему тоже в том, что он делал. В этой мастерской написаны почти все сиренеи. В этой мастерской написано огромное количество пейзажей, огромное количество натюрмортов, сбитой дичью, которые они возвращались с охоты. Они здесь ходили на охоту с Мишей. И эти дупеля, эти терева, это всё писалось здесь. И вся эта мастерская до сих пор, на мой взгляд, по моему ощущению, пропитана и запахом холста, запахом краски, запахом скипидара, вот этого всего оглушительного запаха, который до сих пор у меня вызывает потрясающее абсолютно ощущение счастья детства, потому что оно было связано с живым дедом, с бабушкой и с молодой мамой, с братом, вообще огромной, мощной и здоровой семьи. Это величайшее счастье было. Ощущать себя частью огромного рода. И что самое главное в жизни семьи Кончаловских, это потрясающая гармония между самой жизнью и живописью Петра Петровича. И сирене своего сада, и тушителёнка, и вальчнук, добытый на тяге, и внуки, бегающие по дорожкам, всё своё, и всё интересно, и всё становится искусственным. Смотри. Вот этот дом весь построен из лиственницы, из того леса, который был здесь вокруг. Поэтому он простоял уже больше 120 лет. Вот за этой дверью были такие полки, и на них лежали антоновские яблоки, которые фантастически пахли. И ещё тем дивен был этот запах, что он смешивался с запахом окороков, которые коптил сам дед Миша. Они сами это делали, испанские окорока, и сами их коптили. Отопление было печное. А что ещё я помню, что вот там же, в той же кладовке, я помню огромные сапоги, я был маленький совсем, огромные сапоги, охотничьи, кожаные, резиновые, полностью засыпанные сверху, доверху засыпанные овсом. Потому что овёс, он втягивал влагу, и таким образом сушили эти сапоги. Не в печке, а именно с овсом, чтобы это было естественно, чтобы не покорёжилась сама кожа. Вот в этой столовой, в этой гостиной как раз проходила вся основная жизнь семьи. Вот смотри, сколько здесь гвоздей, и на каждом гвоздике висела картина. Это вообще дом был совершенно поразительно наполнен творчеством. И самое потрясающее, что в этих стенах и за этот стол, который раздвигался, видишь, что сколько ножек, за этим столом собиралось огромное количество людей, которые приезжали сюда, жили здесь. Когда появились дети у Миши, когда появились дети у мамы, мы практически все, в течение, по крайней мере, первых моих пяти лет, каждое лето мы были здесь. Но дело в том, что вообще понятие «дом» для Натальи Петровны и для Миши он начался с самого начала самого их рождения. Потому что и Петро Петрович, и Ольга Васильевна, они брали детей с самого раннего детства с собой во все путешествия и поклялись друг другу, что они будут посвящать свою жизнь столько творчеству, что никакие, так сказать, передряги жизни не оторвут их от этого творчества и что детей, которых у них наверняка будет много, они будут возить везде с собой, куда бы они ни поехали. И с самого раннего детства и Наташенька, маленькая, и Миша, они путешествовали за отцом, они жили в каких-то бедных тавернах, жили, питались, так сказать, кое-как, то есть не нищенствовали, но экономили для того, чтобы, так сказать, те деньги, которые должны были бы пойти на комфорт, так сказать, жизни европейской, шли на то, чтобы можно было переезжать, путешествовать. Вот эта вот энергия любви, энергия, именно энергия любви, не, так сказать, необходимость любить, потому что это твои дети, а вот энергия любви, это то, что мне кажется, навсегда осталось, скажем, в Наталье Петровне, и то, что навсегда, абсолютно железно, просто, так сказать, как аксиома, стала знаком ее отношения к своим бедям. Как объяснить? По-моему, Толстой сказал, счастье жизни в самой жизни. Вот это потрясающее подтверждение этим словам жизнь в доме Кончаловских здесь, в Буграх. Лошадь, корова, собаки, свиньи, замечательными историями семейными, когда Петр Петрович назвал двух свиней, свинью назвал Изольда, а Борова назвал Тристан. И Маша, которая тут работала, пришла и говорит, ну, Петр Петрович, ну, что же вы такой чистый Боровочек, а его Тристаном обозвали. И эта легенда ходила из поколения в поколение, значит, Боровок Тристан. Понимаешь, дело в том, что все это было совершенно естественной жизнью. И вот радость этой жизни, я ее помню, я помню это ощущение, я помню огромную ладонь деда, мы помещались, оба, и Лаврушка, и я на каждой руке, значит, я попкой помню вот эту огромную мягкую руку, и у нас подымал обоих, и это было такое ощущение, что ты находишься в каких-то качелях, такой-то гигант огромный с огромной рукой, с такими крепкими, мягкими, горячими, сухими ладонями. Это поразительное совершенно было ощущение. И вот эта его радость жизни, причем радость жизни как бы не наигранная, это было просто счастье жизни, счастье от творчества. Вот эта энергетика, мне кажется, наверное, самое главное, что вынесла мама из отчего дома, из дома Кончаловских. И первые стихи, которые она писала в 35-м году, совершенно точно, я понимаю, что эти стихи написаны здесь, осенние называется, еще не открывая глаз и вспоминая все, что снилось, я чувствую, что в первый раз окно испаренное покрылось. Я знаю, что еще темно, ночь держится в последних звездах, мне нужно встать, открыть окно, вдохнуть осенний крепкий воздух, но я не встану, пусть в окне рассвет блуждает в темных шторах, я буду лежа на спине подслушивать осенний шорох, я знаю, ночью был мороз, потрескивает половица, и выстрел с поля весть принес о двух дробинах в сердце птицы, светает поздно, ночь длинней и в этой осени начало, как жаль, что летних долгих дней все лето я не замечал. Это, конечно же, написано здесь и абсолютно ясно, что в этом доме любой талант, который хоть маломальски существовал в человеке, он расцветал в нем, в этом доме, потому что весь дом был напоен духом творчества, освещенным кумиром этого дома Александром Сергеевичем Пушкиным. Этот дом, наверное, стал предтечей того дома, который построила не только физически, как стены, а вот дом-семья, построила, как построила мама. Я никогда не мог подумать, что всего за 4 или 5 лет, которые я бывал в Буграх, этот дом, этот мир, эта усадьба войдет в мою жизнь так плотно, так неразделимо со мной. Всю русскую литературу, будь то Чехов или Бунин, все русские усадьбы, они все ассоциировались для меня в моем сознании с домом в Буграх. Будь то рассказ именины, где героиня стоит у окна, и она видит то, что я видел из окна в Буграх, или повесть жена Чехова, где доктор Соболь лежит в диванной в сумерках после сытного обеда, это диванной в Буграх, и просыпающийся мальчик обломов, маленький Илюша, который, раскрыв глаза, первое, что видит в этом мире, это букет цветов на подоконнике открытого окна. Это то, что видел и я, и это было в Буграх. и эти теплые половицы под босыми ногами, которые скрипят, и гулка отдаются, и щебет птиц, и ветер, гуляющий в раскрытых окнах сквозняком, и шевеляющиеся занавески. Да и потом во всех других картинах, и механическое пианино, и очи черные, и даже утомленные солнцем, все это было напрямую связано с ощущением дома в Буграх. Причем абсолютно подсознательно, потому что когда художники приносили мне эскизы или макеты декораций, я делал поправки, что-то переставлял, просил переделать, и в результате даже географически, даже по мизансценам получался дом в Буграх. Даже двери открывались в ту сторону, где открывались двери там. И вот это великое ощущение детства навсегда меня связало с этим домом. В 1949 году наши родители купили небольшой домик с довольно приличным участком совсем издалеко от Москвы на Никольной горе. Сегодня, пожалуй, это самое престижное и дорогостоящее место во всей России. И вот этот участок, этот кусочек земли, вот уже 50 лет стал как бы родовым гнездом для нашей семьи. 49-го года вся наша жизнь, жизнь нашей семьи из бугров переместилась сюда. И уже здесь взрослела наша сестра Катенька, росли мы с Андроном, потом рождались дети, внуки, семья разрасталась, и, конечно, многое пришлось менять. А вот этот орешник, который был посажен мамой, он так и стоит. Потрясающей красоты летом и осенью. Изнимает еще тем, что около этого орешника в 1953 году был написан последний портрет Натальи Петровны, написан Петром Петровичем Кончаловским. Мама очень любила этот портрет и любила то время, когда он писался. Он писался зимой, морозной зимой. И Петр Петрович замерзал, и замерзали кисти, замерзали краски. И им приходилось уходить в дом для того, чтобы отогреваться, пить чай, а потом вновь возвращаться сюда. Наталья Петровна писала в своих воспоминаниях, что для нее этот портрет очень во многом стал знаком ее дальнейшей жизни. Она пишет, что она как бы как пассажир, сошедший с поезда, осталась на этом портрете такой, какой казалось себе и все долгие последующие годы ее жизни. Мне кажется, что это правда, потому что ту маму, которую я вижу на этом портрете, она для меня такой и осталась навсегда. Домик, стоявший уже на участке, был маленьким, и мама со свойственной ей энергией решила его перестроить. И перестраивала его по своим эскизам, рукаясь с рабочими, споря, и добиваясь все-таки, чтобы все было так, как она задумала. Ее желание строить свой дом было неистребимым. Свой дом. Но в то же время то, что строила мама, это было как бы что-то отпочковавшееся от дома в буграх. Даже цвет серо-белый, даже орнамент, украшения на флигелях, которые мы помним еще по украшениям, сделанным по эскизам Ольги Васильевны на мастерской Петра Петровича. И в этом была не боязнь чего-то нового, а в этом была удивительная последовательность. Это осознанное продолжение, это преемственность в культуре, в традиции, в истории. Но кроме того, понимаете, это такое невероятное такое сочетание, поразительное сочетание женственности, трудолюбия, любопытства, причем любопытства просто почти детского. Я помню, как она захотела сама сделать круассаны и из Парижа привезла в рецепт и однажды у нас на столе утром появились настоящие французские круассаны. Ее восхитила Эдит Пиаф и она поехала во Францию и она все изучила, она с ней встречалась, она ее слушала и после этого здесь на вечерах она рассказывала про Эдит Пиаф и показывала совершенно новую для нас певицу Эдит Пиаф нашей публике. Но самое главное невероятное совершенно терпение. Вот эта фраза, которую она повторяла мне, Андрону «Значит так надо». Вот что-то не получается, что-то не выходит, что-то такое пожаловаться хочется. «Значит так надо». Это глубочайшее, это не равнодушие и, так сказать, пренебрежение. Это смирение. Это самое настоящее, глубинное, православного воспитания смирения. Я никогда не видел, чтобы мать ничего не делала. Никогда. Если она не пишет стихов, она шьет. Если она не шьет, она что-то рисует. Если она не рисует, она сажает цветы. Если она не сажает цветы, она в это время готовит какой-то обед. Или восхитительную яичницу, омлет с помидорами для нас, с братом и наших друзей. Либо она настаивает водку, либо она слушает какую-то новую оперу для того, чтобы делать подстрочник, новую работу, я имею в виду. Либо носить за роялем с этим подстрочником и с партитурой. Я никогда не видел, чтобы она была не прибрана. Никогда. Я дважды в жизни помню, как я вошел без стука к ней в комнату и она причесывалась. Я такое получил, что я потом запомнил на всю жизнь. Первый раз, видимо, не запомнил, второй раз когда-то, через какое-то время, но потом уже запомнил. И дело не в том, что она должна была выйти с накрашенной, с приклеенными ресницами. Она была прибрана. Она не выносила людей, которые выходят из своей комнаты, так сказать, предоставляя обозрению свое так называемое неглиже. Она была всегда причесана. И тут надо понять правильно, это не педантизм немецкий, это уважение к окружающему миру. Терпение. Как оно воспитывалось, терпение? Вот, казалось бы, совсем глупая, да, смешная вещь. Многие, кто приходил домой, открывая, например, на кухне, ища там ножик или вилку, чего-то такое, вдруг находили на кухне на пробке намотанные бечевки, ленточки и так далее. И что это такое? Запрещено было в доме разрезать бечеву, которые перевязаны, пирожные или торт, или что-то вкусное, сладкое, чего больше всего хочется. Это было табу. Надо было все развязать. Я помню свое ощущение, мне было лет, наверное, семь. Мы стояли с мамой в Столешниковом переулке в самой известной кондитерской и купили пирожные, там и любимые эклеры, и картошки и так далее, и так далее. И я с ужасом смотрел, как продавщица, которая завязывала, разговаривая со своей приятельницей, накручивала эти узлы, я смотрел на нее и думал, что же ты делаешь, это же мне все развязывать потом. Это сколько же я должен времени потратить для того, чтобы это развязать. А она накручивает, и что она вообще говорила, и крутит, и крутит, и крутит. И уже такая кишка из этих самых узлов. И когда мы пришли, я ехал, шел домой, мы рядом жили тогда на Горьковой, я шел домой, думал, какой ужас меня ожидает впереди, потому что очень хочется, но я понимал, что если я возьму в руки нож, бритву или ножницы, чтобы разрезать, я этих пирожных уже не увижу. И вот начинается поддеть иголочкой один потов, и вот это вот постепенное втягивание в это дело, которое заканчивается тем, чтобы еще, и вот совсем, и вот ты раскрываешь это, и открываешь коробку. Блажь вроде, а на самом деле потрясающая школа терпения и перфекционизма, доведения до конца. Это мне лично очень пригодилось в моей работе, очень. Когда кажется, что можно уже, да ладно, все там вроде, все нормально, свет стоит, артисты вроде играют, ну, не важно, это эпизод проходной, два или три раза в жизни я так отнесся к этому, и я выбрасывал эпизоды, или потом каждый раз на просмотре картины опускал глаза, потому что это не было доведено, а нужно доводить. И этому, конечно, учила мать. Ты не уходи, я не уйду, я с тобой сильно хорошо уйду, я не сплю. Ах, это дивное ощущение близости матери. Как жаль, что только с его утратой ты понимаешь значение этой близости. Самый любимый праздник в нашем доме был Новый Год, когда вся семья собиралась, кто бы где ни был, слетались, съезжались все, чтобы встретить Новый Год в доме мамы. С раннего детства я помню это сладостное предвкушение Нового Года, когда горит наряженная елка, когда еще засветло начинают готовиться, накрывают на стол, что-то жарят, парят, ругаются, пахнет хвоей, еще помню запах нафталина от ватного Деда Мороза под елкой. А потом все ложатся спать, когда уже все накрыто, чтобы в десять подняться и встречать гостей, которые с шумом, гамом, с мороза, с запахами духов, с подарками, вваливаются в дом и весь дом наполняется криком, смехом, шутками, объятиями, а тебя гонят спать, потому что уже одиннадцать и ты должен быть в постели. Я ненавидел это мгновение. Сколько бы я отдал, чтобы хоть еще немножко посидеть и узнать, что же происходит там в двенадцать часов. Я брал с собой елочные иголки, колол себя, чтобы не заснуть, но все равно засыпал и уже в полудреме слышал, что еще кто-то приехал и еще знакомые голоса, а потом пение, смех мамы. Мое детское желание встретить Новый год со взрослыми было так велико, что я запомнил его на всю жизнь. Вот почему моим детям я разрешил встречать Новый год вместе с нами с самого раннего детства. Она была человеком, конечно, крайним. Она была человеком горячим. Там не было середины. Там не было середины. Равнодушия не было никогда. Или принималась, или не принималась. Очень часто, когда она не могла или не хотела, или ее перехлестывала эмоция, она не выходила на прямое общение. Она писала письма. И вот одно письмо, и это абсолютная мама. Она писала мне письмо, когда уже появилась Аннушка, моя дочка, и мы с ней, так сказать, я ее воспитывал, как бы, мне казалось, что воспитывать надо, так сказать, ну, как бы, воспитывать. Я написал мне, дорогой Никита, хочу написать тебе, ибо говорить не могу. Хочу, чтобы ты, как человек тонкий, художник, понял меня и понял себя. Невозможно было смотреть вчера на тебя, когда ты стоял над своей крошечной, странной, умной, чересчур одаренной, я говорю это с полной своей убежденностью, девочка, если бы ты видел себя громадного, могучего человека, который смотрел на малютку гневными, темными глазами. Пойми, это выражение глаз, черт лица, позы, маленькие людишки чувствуют, не сознавая у мишкам, своей тонкой кожей. Нельзя так разговаривать с Аннушкой, она ведь не такая, как все, она ранима до ужаса, она ревнива, причем она уже актриса, она уже крохотная женщина. Ее можно подчинить полностью, но не страхом, не насилием, а только мудрым спокойствием, настоянием и лаской. Вот она пишет, это мое зрелое убеждение, моя совесть, мой долг, мое материнское завещание и мольба. Милый ты мой ненаглядный человек, пойми меня, мама. То есть, как это объяснить? Это же письмо написано, когда ей уже за 70 лет, ближе к 80, и посмотрите, какая горячая заинтересованность в том, что и следующее поколение росло окруженное этой заботой и любовью, но не освобождением от обязанностей, не потребительством, не, так сказать, вялой жизнью и надеждой на помощь родителей, а осознанное взращивание живого человека, живого человека, который носит твою фамилию. И в этом смысле, конечно, меня всегда поражала эта материнская сила и неравнодушие, полное отсутствие теплохладности. И это, конечно, сибирская закваска. По семейному преданию, Василий Иванович Суриков ненавидел слово теплый, теплая. Он говорил, есть холодное и есть горячее, теплыми могут быть только помои. Мама в полной мере приняла для себя этот тезис. Темпераментная, энергичная, порою крайняя, к счастью, отходчивая. Однажды отец брил усы. Когда мама его увидела, она сказала, Сережа, пожалуйста, пока они не отрастут, на дачу не приезжай. Может быть, для отца это было и удовольствие большое, не иметь обязанности поехать на дачу две недели, но появился он уже с усами. Вообще, он дачу не любил. Он приезжал на дачу, он или мыл машину, или читал газету, а когда появился телефон, он сидел у телефона, причем иногда даже не раздеваясь, в пальто или плаще. Он городской человек. Но что еще очень важно в их отношениях? У них был сговор тихий, негласный, им только известный. Мама была воспитана в традициях русской православной семьи. Рожденная в третьем году, ее было трудно и бессмысленно переделывать. И поэтому, когда в доме появлялся священник, отца никогда в доме не бывало. Мама говорила, Сереженька, завтра на дачу не приезжай. Это значит, приезжал духовник, беседовал с мамой, исповедовал, причащал, потом уезжал. И вот так, естественно, без натуги, без насилия, в нашем воспитании постоянно существовала православная культура. Я помню потрясающую абсолютно зарисовку. Вот если вдуматься вообще, что это такое? Я сидел за столом, было лето, мама гуляла по дорожкам. Она гуляла здесь, проходила 6-8 километров. Ей уже было трудно, хотя боялась выходить за ворота, потому что боялась машин, но уже их тут много довольно появилось. Поэтому она ходила здесь. Она проходила здесь обязательно 2-3 часа она гуляла. Она брала с собой приемничек маленький, называла его супругом. И когда начала звучать музыка здесь на улице, я понимал, что мама гуляет. И она гуляла со своей подружкой, со своей приятницей, давней приятницей, Евой Михайловной Лодыжинской. Ее звали всегда у нас в семье Уайт Хорс, такая была, ее звали белая лошадь, такая красивая еврейской красоты женщина, горбоносая, с тонкими чертами лица. Она была монтажером, она работала с Эйзенштейном, вина там летали, Эйзенштейн, Пудовкин, еще кто-то. А помнишь Сережа Эйзенштейн? И значит мама мама очень любила обшивать детей и подруг. И это я даже в сибирского в утомленное солнце стоял кусок, когда бабушка шьет свои подружки и они уже не могут так сказать стоять, они уже примеряют сидя, потом лежа. Это было здесь, в этом доме, когда мама что-то шила Еве, потом они устали стоять, они сели, потом они устали седать, они легли, и после продолжалась примерка, это уже лежа. Я тоже лег, что-то. Да, конечно. У меня что-то голова как-то не влажается. Что-то кружится, знаешь. И вот они вдвоем гуляют, я слышал музыку, гуляют, весна, и кукушка. Ку-ку, ку-ку. И они затихли. И разговор их прекратился. И сделали под тише музыку, и они стоят. Одной, Еве Михайловне было 84, а маме было 81. И вдвоем под 170. И они стоят вдвоем в весеннем саду и считают сколько осталось жить. 36, 37, 38. Я подумал, господи, они вдвоем уже насчитали себе жизни лет под 150. Но они стоят и считают. Что это такое? От чего это? Это что, надежда прожить 150 лет? Нет. Но в этом есть вот это потрясающее живое ощущение мира, которое всегда сопровождало мать. Всегда. Всегда. Живое и созидательное. Я бы даже сказал охранительное. Жизнь Натальи Петровны и Сергея Владимировича семейная, их жизнь не всегда были безоблачны. И были проблемы и увлечения и отвлечения и ссоры. Но никогда эти проблемы не были поводом для обсуждения их с нами, с детьми. Никогда. Для нас они были монолитом всегда. И когда однажды некая доброжелательница позвонила Наталье Петровне и рассказала где, когда и с кем вчера видели Сергея Владимировича, мама ей ответила, и это было при мне пожалуйста, больше никогда не звоните по этому телефону. Все. И в этом был ее высочайший класс, как женщины, как жены. В любой ситуации она сохраняла иммунитет дома, иммунитет семьи. В этом было глубокое понимание того, что по-настоящему важно и что по-настоящему нужно хранить. Я помню, ей делали катаракту глаза, ей делали операцию. Ну, она была женой депутата Верховного Совета, лауреата Ленинской премии, герой соцтруда, ну, конечно, она была прикреплена к Кремлевской клинике, и могла спокойно сделать операцию и так далее. А нет, это надо не знать мамы. Мама говорит, я не поеду туда, потому что там катаракту делают не так часто и не в таких делают в других больницах, в обыкновенных. И она поехала в Одинцовскую районную больницу делать себе катаракту глаз. Ее отговаривают, ну, там же какие-то условия, ну, там вот палаты на одного дня. Она говорит, ничего страшного, ничего страшного. Это закалка детства, когда они ездили с папой и с мамой по Италии и по Испании, и не отель хороший выбирали, пятизвездочный, а таверну маленькую, чтобы денежки сохранить, чтобы можно было подольше походить по музеям, посмотреть живопись, походить по этим храпокостелам, посмотреть жизнь, выйти в море, пойти в горы и так далее. Отец все время писал пейзажи, работал, а дети были с ним. И то же самое здесь, в эту больницу. Восемь старух в одной палате, и, значит, и мама с ней. Я, она мне позвонила, попросила привезти к этой тапочке, то, что ей надо, там, свое любимое всегда. И я приехал в эту больницу, значит, мне показали, где я ее по коридору, никого нету, и слышу ее голос. Ее голос в углу, в крайней палате, я тихонечко подхожу, она рассказывает про Эдит Пиаф. Как всякий человек, который обладает большим даром, должны быть, очень часто бывают, какие-то недостатки. У Эдит Пиафы было бесконечное количество этих недостатков. Она была и по характеру очень тяжелая, с ней было тяжело жить, от нее уходили ее друзья, и первый муж, и второй муж, и второй муж ее, он не ушел. Второй муж был Тео Сарапо. Эдит было 45 лет, ему было 25. Но он был так предан ей, и так как-то ухаживал за ней, ее все время опекал, что она решила, что надо попробовать его голос. И оказалось, что у него есть голос. И последние концерты свои, незадолго до смерти, она уже выступала с Тео Сарапо. Сидят восемь старух, одной один глаз перевязан, другой другой глаз перевязан. Значит, сидит мама, сидит мама, она тоже перевязанным глазом, значит, ей только что сделали катаракт. И вот они вокруг нее сидят, и она им рассказывает про Эдит Пиаф. Значит, что цинический человек может решить, что это либо маразм, либо это насмешка, либо это... Ничего подобного. Она рассказывает им, потому что ей интересно им рассказывать, а им интересно ее слушать. И вот в этом заключается самое главное, на мой взгляд, в характере Натальи Кончаловской и в том, что она пыталась и, надеюсь, дала нам. человек есть не средство, а цель. И именно это ее такое отношение к человеку, не как к средству, а как к цели, давало ей возможность общаться абсолютно на любом уровне и на любом из ее знаемых четырех языках с любым человеком, с которым сводила ее жизнь. И это, мне кажется, самый главный талант этой потрясающей, на мой взгляд, женщины. Она была удивительным музыкальным человеком, причем даже не в смысле музыкального слуха, хотя он был у нее просто великолепен. Она была музыкальной во всем, в гармонии в своей. Михаил Чехов очень любил повторять фразу, что любое искусство пытается быть похожим на музыку, будь то живопись, литература, будь то архитектура и так далее, и так далее. Это совершенно совпадало с образом жизни Натальи Петровны, потому что для нее музыкой было и приготовление обеда, или писание стихов, или шитье для детей и внуков, и так далее, и так далее. Но самое главное, что музыка, все время звучавшая в доме, это была не фоновая музыка, как в лифте дорогого отеля, нет, это была та энергия, которая заряжала дом, будь то Рахманина, Бах или Брамс, главное, что это было абсолютно органично. и последнее, женщина. Я помню, она уже уходила, она уже уходила, она лежала в больнице, плохо узнавала, и мне позвонили, сказали, что она хочет меня видеть. я приехал туда медсестры, нянечки, которые, в общем-то, для них больничная обстановка, она естественная, поэтому, а приход артиста не очень, так сказать, естественный, поэтому, как бы, не из жестокосердия, а именно из, так сказать, вот этого любопытства я ловил на себе эти взгляды, этих нянечек и сестер, которые, так сказать, глядели на артиста и, что, наверное, естественно, для человеческого характера, они ждали, как мы с ней встретимся, с моей матерью, потому что они видели, что она уходит. И я пришел к ней, мне довольно много сил понадобилось, в общем, как-то внутренне собраться, чтобы, как будто все на людях происходит, ее не оставляют, она подключена к аппарату, к одних, по крайней мере, две сестры, уж не помню, там стояли, я подошел к ней, я помню, я взял ее за руку, она открыла глаз, потом второй, и я помню, у нее росли на подбородке два или три волоска, обычно она их выдирала пинцетом, а здесь она уже была довольно долгое время в больнице, и эти волоски проросли и торчали у нее на щеке и на подбородке, и она умирающая, 85-летняя, почти женщина, старуха, она провела меня рукой по щеке и вдруг говорит, ты бритый, потом потрогала себя и сказала, а я нет, меня это так потрясло, что в этом полуобморочном, уже полупотустороннем состоянии она видит себя со стороны и испытывает дискомфорт от того, что она немножко в неглиже. это последние слова, которые я от нее слышал. И эти слова были, этот образ, как такой запечатлевшийся для меня как бы знак того, что такое женщина в любом возрасте и состоянии, но у которой суть неизменна. Это женщина. Мама не стала 12 октября 1988 года. Ей было почти 86 лет. Я был в поездке. Мы сообщили об этом, я вернулся в Москву. Она лежала в церкви в Свято-Даниловом монастыре без цветов это полагается по православному обычаю. И молодой монах читал псалтир. Для детей эта смерть была большим испытанием. Это была первая смерть близкого человека в их жизни. Войны боюсь. И все любого я боюсь смерти близких. Потому что у меня в этом году моя бабушка это была первая смерть, которая вообще не первая жила вообще. Страшно очень. А что больше всего любишь? Люблю родных с тобой. Люблю когда мы все вместе мы здесь хорошо. Тем, что ты что боишься? Боишь? Войны тоже боишь. не Ты не что ? Не что это ? Не . Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подожди, Господи, оставление грехов и Царствия Небесного, Роби Божией Натальи, и помоги, Господи, Пред Ее всевидящим и невидимым взорам, И пред взорами всевидящими и невидимыми всех предков моих, Здесь лежащих и повсюду православных, Не опозориться, не рассыпаться роду нашему, Не погрязнуть в дрязгах по метазлобе, ненависти, обидах, зависти и дележе, А двигаться по той дороге, что она для нас открыла, И Ты, Господи, осветил светом Своим. Аминь. Маменька! Маменька приехала! Маменька приехала! Как часто мы забываем, какое счастье, Когда ты вот так Можешь бежать По полю И кричать Маменька приехала! И она действительно приехала! И как жаль, Что вспоминаем мы об этом только тогда, Когда уже некому Кричать этих слов! Разбирая бумаги мамы, Я нашел маленький пожелтевший листочек. На нем было написано Никите. И дальше стихи. Пусть охраняют от беды, Тебя в туманной муле, Мои горячие следы На русской земле. По ним и сердцем, и умом, Иди, сынок, след в след. Они ведут добро в твой дом, Мне их оставил дед. Можешь дадутся! Иди, сынок, след в туманной муле, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok